добрый день так как и обещали всем в 13.00 выходим в эфир будем отвечать вам на вопросы которые оставлялись в комментариях которые будете задавать во время эфира и сегодняшний выпуск вот мы как и прошлый раз делали в дороге это очень мне показалось удобным и в какой-то степени интересней этот выпуск хотел бы посвятить тем пациентам которые приезжают к нам в киев они являются прежде всего гостями города киева очень часто это с других стран с казахстана с россии из молдовы северопейских стран и в том числе для людей которые приезжают из других больших городов украины из периферии и вот может быть даже для киевлян будет немного полезно посмотреть даже сейчас может быть с другой стороны покажем город в котором мы живем как вообще все обстоит какая вообще атмосфера здесь ну вот собственно погода располагает сейчас все покажем мы находимся сейчас под киевом это выезжаем на трассу называется поселок которым район которым мы сейчас находимся это золотые ворота находится это такое считается хороший район под киевом регион тут очень много политиков живет руководителей разных компаний бизнесменом здесь даже вот мы сейчас выезжали там дом президента то есть район на самом деле неплохой вот мы едем сейчас по трассе среднем дорога до города киева занимает там не до города как раз таким чтобы было видно что мы находимся здесь на городе ну в среднем где-то минут десять пять десять в зависимости от того как дорога будет позволять в принципе дороги вот как они выглядят и вот так как сказал в самом начале то есть хотелось бы показать какая вообще атмосфера в городе то есть как вообще на дорогах все выглядит безопасно ли здесь находиться потому что многие вот нередко очень часто даже там не просто даже приезжают к нам на лечение даже своих детей отправляют на обучение и они не знают вот может здесь стреляют каждый день а может там все-таки же военное положение недавно вроде бы как было сейчас его правда уже сняли но тем не менее как бы люди не знают то есть в целом это столица столица в столице здесь немножко все иначе и мне кажется гораздо безопаснее мы сейчас едем за последних месяцев за год я ничего не вижу здесь каких-то военных действий освещается сейчас мы едем здесь в принципе очень часто ездят в разные кортежи сопровождение охраны то есть иногда приходится выступать полиция едет то есть считается хороший район в котором в принципе многие киевляне против жить здесь очень много частных домов внешние цены кусаются кстати если будет интересно могу даже рассказать по поводу цен на недвижимость на стоимость проживания в городе потому что вот допустим для многих людей которые живут в Казахстане, Казахстане, Грузии они хотят переехать в город Киев и не знают могут ли они это себе позволить в принципе мы расскажем если интересно ставьте плюсики будем рассказывать ну и может быть киевляне они как бы тоже поддержат скажут как они считают их знаете с чем я столкнулся я столкнулся с тем что многие киевляне которые живут в городе может быть даже с самого детства я сам в Киев родился я здесь с самого детства росла многие киевляне они не знают города то есть они фактически живут в нем и живут на пользу услугами в одном районе то есть город на самом деле очень большой по моему мнению здесь находится сейчас по официальной статистике где-то 3 миллиона это без пригорода то есть по ощущениям я думаю что здесь 5 миллионов абсолютно нормально особенно после того как с Донбаска, Суданска начали переезжать люди в город то есть самый развитый город Украины, столицу Киев и население как бы начало поднимать экономику прежде всего в этом участке и ну вот как я сказал то есть по моим ощущениям здесь миллион опять проживает что в принципе ну как бы это это большой город то есть это больше чем Париж это больше чем большие таких города то есть ну допустим до Нью-Йорка не дотягивает но в целом как бы я их если честно могу сравнивать абсолютно справедливо то есть Нью-Йорк в некоторых вещах в некоторых участках лично мое мнение что это город который сильно уступает городу Киеву то есть там допустим там законодательные факторы хорошие но в целом допустим по силе по мощности город очень сильный так давайте посмотрим что здесь пишут так здесь задают вопросы по здоровью смотрите на вопросы по здоровью я обязательно всем поотвечаю так как и говорил постараюсь на максимум 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 вопросов поотвечать сейчас единственное мы проедем вот эту трассу основную чтобы движение было немножко поспокойней и постараюсь на каждый вопрос ответить так как говорил резюмируя вот этот сам сюжет основная его задача это показать приезжим людям как выглядит обстановка и как вообще атмосфера в Киеве так у нас зеленый сейчас наверное меня кто-то будет ругать что я на желтый проскочил так аккуратно едем есть давайте давайте на первый вопрос какой там есть сейчас в комментариях мы сейчас я я отвечу начнем будем так в разброс те которые были в комментариях и которые сейчас задают в прямом эфире первый вопрос это грыжа шейном отделе порой шею тяжело повернуть начинается боль в голове что делать и как если в сети ваши уроки боль в шейном отделе больно поворачивать головой что делать и как есть ли какие-то пособия для того чтобы в домашних условиях повлиять смотрите если грыжа болит это плохо если грыжа болит в шее это действительно тоже плохо то есть шейный отдел он самый такой опасный это самый ювелирный отдел который находится в нашем организме и собственно это нужно лечить уроки действительно есть то есть у нас есть у меня есть мой личный youtube канал на этом youtube канале там достаточно много роликов в том числе и по грыже шейного отдела по упражнениям для шейного отдела эта ссылочка есть где-то в описании инстаграма наверху поясняю ошибаюсь и можно перейти посмотреть то есть в принципе упражнение показываем но хочу заметить что в принципе в домашних условиях это болезнь это болячка она не лечится то есть можно поддерживать его в каком-то состоянии то чего мы хотели бы добиться но в домашних условиях она к сожалению очень плохо поддается к лечению 2 годика ребеночку ребенок ходит как мишка это нормально или уже дамит и тревогу 2 года ребенку ребенок ходит как мишка это плохо то есть ну когда там чуть-чуть допустим когда совсем небольшая разница когда это очевидно что это не значительно тогда это в принципе ничего страшного когда это сильно выражено когда уже так говорят в книжках тогда это плохо потому что оно может и остаться во взрослой жизни ребенок он маленький с возрастом растет и у любого ребенка какие есть маленькие проблемы они вырастают и становятся такими же большими как и взрослый человек и все врачи все родители боятся что это будет усугубляться мало того оно останется таким же замерным в принципе если незначительное искривление тогда ничего страшного причем в этом вот эта ножка допустим ножки должны стоять ровно в любом возрасте то есть они должны должны вот так вот чуть-чуть наружу стоять то есть есть специальные мышцы которые поддерживают правильное положение и за положение стоп играет роль тазобедренные суставы то есть если здоровые тазобедренные суставы ребенок и взрослые ходят вот так вот когда есть проблемы с тазобедренными суставами он ходит вот так вот в норме у ребенка с возрастом особенно когда он учится ходить у него ножки могут быть чуть-чуть быть иксиком или чуть-чуть образные то есть определенный период это перерастается вот эти изменения это тазобедренные суставы тазобедренные суставы они созревают не сразу то есть и в принципе вот из того что он ходит вот так вот могут неправильно сформироваться прежде всего тазобедренные суставы вот такие вот вопросы поэтому нужно обращаться к врачу и в принципе знаете вот очень часто по незнанию свои врачи в поликлиниках они говорят что ребенок здоров то есть или перерастет ну потом ну не перерос но значит такие кто-то там бабушка или дедушка то есть такое может быть но как бы как родители как я лично родитель то есть я бы не советовал бы пренебрегать этим и более серьезно относиться вот мы уже подъезжаем практически город здесь уже начинает виднется все тут находится это называется южный мост то есть довольно таки массивная развязка многие даже не знают что южный мост это один из самых да не один из самых а по моему самый длинный мост который был построен в советское время то есть его там продолжительность около двух километров то есть это мощнейший мост очень длинный конечно сейчас с потоком он не справляется который на него вешается но в принципе это один из самых мощнейших мостов то есть вот как мы видим в принципе ну как бы многие жалуются в украине что дороги плохие но как по мне вот мы сейчас едем здесь хорошая дорога то есть есть конечно сплоть из плохие участки но сейчас в принципе нормальная дорога то есть терпимо впереди вот выглядывает следующий мост мы сейчас находимся на правом берегу города киева то есть город разделен на две части это правый берег и левый берег он как основной идет то есть тут раз расположены административное здание то есть здесь какой-то процент работает больше слева там мы больше такой спокойный более безопасный более уверенный регион и молодой что самое главное левый берег он более молодой и дешевле левый берег чуть-чуть сейчас мы проехали южный мост это в принципе современный уже мост который строился совсем недавно в принципе вот по развязкам как она все выглядит поток людей то есть вот вот типичный киев вот сколько здесь раз два три 4 5 5 полос в одном направлении 5 в другом направлении то есть десятиполосное движение то есть вот я когда жил не хочу там как-то на себя лично переводить но хороших развитых стран странах 5 полос это достаточно много слева виднеется родина мать в принципе памятник на самом деле по громаду многие там думают liberty это статуя свободы которая находится в нью-йорке многие думают смотрят там в кино она такая огромная то есть хорошая нет посмотрите какая здесь это статуя родина мать она выше в три раза чем liberty в нью-йорке да она красивее то есть я абсолютно серьезно говорю я когда впервые в нью-йорке статуи свободы я был разочарована справа у нас сейчас показываем это днепр то есть в принципе днепр это довольно-таки мощная река то есть мы не знаю сколько у неё там у неё наверно ширина километр мне кажется может не будет километр в определенных выреки участках шириной в километр она будет вот еще мосты мосты мы получается едем между двумя берегами сейчас специально заедем мимо центра проедем то есть копейки здесь все спокойно то есть машины едут достаточно большая большой поток идет метро ездит тоже вот сейчас как раз виднеется вагоны ну метро не самая новенькая но в принципе нормальное метро как метро то есть опять же многих городах гораздо хуже то есть европейских городах особенно те люди которые там уезжают мегаполис и они думают вот там будет гораздо лучше нет руки в принципе он в среднем поэтому регион ну что давайте еще один вопрос отвечаю то есть вот так вот я буду переключаться надеюсь комфортно будет потому что не всем некоторым вот так как я говорил то есть хочу показать город чтобы они увидели его максимально быстренько объехать сейчас мы едем по большим проспектам потом уже увидите как она все будет дальше 7 лет ребёнку и примедальная или примедальная недостаточность в результате перимедальная недостаточность смотрите вот когда ребенок подпрыгивает на носочках это на самом деле это признак того что не вовремя созревает нервная система он когда ходит его ножки работать немного иначе и прежде всего в большинстве случаев это говорит про то что есть какие-то задержки формирование развития головного мозга нарушается формирование правильной стопы в принципе это нужно лечить это проблема то есть ребенок не должен ходить на носочках и так как говорят подпрыгивает почему он подпрыгивает есть игры то есть это мышцы которые находятся вот здесь вот и когда тонус этих игр он чересчур высокий ребенок идет эти игр напрягаются и собственно он как бы становится как бы на носочки но многие говорят как будто бы он подпрыгивает то есть пирамидальная недостаточность такой устаревший немного диагноз то есть на самом деле вот этот симптом он может быть очень про многие болят болячки но прежде всего это поражение шейного отдела или головного мозга поэтому в принципе вот нужно обращаться нужно делать вот в идеале это мрт головы или нейросонографию то есть это самый лучший нейросонографию может быть поздно сделать из-за того что там родители пропускают своевременность диагностики мрт нужно делать под наркозом поэтому многие не делают поэтому делаем то что получается в зависимости от возраста электроэнцефалограмму можно сделать то есть вот я допустим своему ребенку если там надо было бы провести исследование два года я бы наверное сделал бы электрограмму посмотрел бы работу вообще самой нервной системы и вот кстати проезжаем уже начинаем к цирковному району подъезжать сделал бы мрт если он был бы усидчивым то есть мне кажется что я бы смог бы договориться с ребенком чтобы он не шевелился во время этой диагностики но не могу сейчас говорить пациенты принципе какой-то определенный процент проводят и без наркоза общего но и в принципе приходите смотреть то есть она на самом деле так вот в теории сложно а на практике все очевидно остеохондроз и сосуды проблемы это лечится наш совет остеохондроз и сосуды лечится это или не лечится лечится ну как бы если не лечится сосуды тогда это очень плохо потому что сосуды они в принципе для чего-то созданы они питают головной мозг сейчас мы немножко проехали там один поворот вернемся питают головной мозг и если нет нормального питания то собственно происходит такой диагноз как деп дисциркуляторная энцефалопатия нужно следить за нормальным кровообращением как лечить остеохондроз ну во первых вообще остеохондроз под него постоянно все подписывают все списывают на него ну не такой он уж и страшно этот остеохондроз но диагноз который мучает людей он обычно звучит иначе допустим если сосуды повреждены это скорее всего синдром позвоночной артерии статистика говорит что в принципе он лечится в 80 процентов людей у которых он возникает то есть ну в крайнем случае ну хорошо допустим не можем вылечить консервативно можем оперативно поправить то есть провести операцию но не можем операцию провести в украине нужно делать но смысл в том что если не лечить эту проблему тогда снижается очень сильно качество жизни смогут происходить там инсульта еще что то есть но я не хотел бы пугать что-то рассказывает такое то есть ну по факту вы уже почитаете изучите своего столица 3 степени лечится не лечится если болит в 30 лет сколиоз 3 степени или вообще сколиоз там параллельный вопрос просто про сколиоз лечится ли лечится ли сколиоз не лечится ли сколиоз старше сейчас прежде чем ответить на этот вопрос для тех кто присоединился хотел бы сказать что мы находимся в городе киеве сейчас находимся на правом берегу показываем в целом атмосферу как все выглядит для тех людей которые планируют приезды и переживают почему-то переживают принципе процентов 30 людей остальные как уверены что здесь все нормально то есть возвращаемся к вопросу про сколиозы сколиоз лечится лечится в определенных случаях не всегда он лечится полностью и знаете вот очень часто вот такой вопрос компетентности в этом вопросе потому что сколиоз бывает раз сколиоз бывает просто по степеням он делится не просто по локализациям а допустим вот как пример хочу привести есть сколиоз фиксированный есть не фиксированной многие даже не слышали что такое существует что такое фиксированный сколиоз фиксированный это когда в течение там года градус не меняется то есть он в течение дня он мог просто вырос кривой и все а есть не фиксированный сколиоз или там его говорят мобильный иногда, когда человек стоит, а у него спина кривая. Он ложится, а у него позвоночник ровный. Видите, то есть не все даже знают про это, что лёжа и стоя сколиоз может меняться. То есть, по сути, самый лучший вариант, когда сколиоз не фиксированный и не имеет практически значения, какая у него степень. Потому что, допустим, у человека одна нога короче другой, он становится на ноги, его перекосило, и из-за этого возник сколиоз третьей степени. То есть, он лёг на живот, у него всё исчезло, у него всё нормально. Но он доходит, и у него болит спина. То есть, такой сколиоз на самом деле лечится. То есть, его можно там практически полностью убрать, и вне зависимости от того, какой возраст у человека. А фиксированный сколиоз, когда позвонок уже, вот сама кость, которая росла в детстве, в подростном возрасте, она просто выросла кривая. Ну, что с ней можно сделать? Её можно только вырезать и поставить другую. А медицина в данный момент не пришла к этому моменту. Если, допустим, позвоночник ещё растёт, но он при этом кривой, мы можем создать условия, чтобы он, ну, хоть уже кривой, но он хоть дальше уже рос, чтобы хотя бы ровно. То есть, вот такие вот ответы. То есть, те же самые там мозг, корсет, ещё что-то. То есть, они как бы глобально не устраняют сколиоз, они просто поддерживают и всё фиксируют, заставляют ходить как-то правильно максимально, и всё. Поэтому, в принципе, сколиоз, опять же, так как я говорил, есть разные сколиозы, есть разные степени, и от этого как раз зависят все прогнозы. Самостоятельно вылечить сколиоз? Ну, я не видел таких людей, которые могли бы самостоятельно вылечить. Кто-то там рассказывает, как он успешно скрывает эти свитомы. Ну, он и тот. Следующий вопрос. Нужно ли лечить один сантиметр укорочения ноги? Нужно ли? Вопрос, нужно ли лечить укорочение ноги на один сантиметр? Конечно, нужно. Без каких-либо сомнений. То есть, я вам говорю, что лечить укорочение ноги на один сантиметр обязательно. То есть, если мы не будем лечить укорочение ноги на один сантиметр, когда человек ходит, он перегружает свою спину. Образуются огромные грыжи. Вот мы сейчас немножко там вернулись, то есть, поднимаемся наверх, правый берег. Если не лечить эту разницу, то есть, не убирать эту разницу, тогда будет ухудшение. Будет ухудшение по спине прежде всего, суставы будут страдать. Это проявляется в среднем годам к 25-30 начинает уже беспокоить. То есть, до 23 очень редко беспокоят вот эти укорочения. Многие люди даже не знают. Укорочение ноги бывает абсолютное относительно. Я вот не знаю, стоит вот это рассказывать или нет, про типы укорочения и так дальше. Потому что многие, мне кажется, не понимают. Ну, собственно, укорочение, которое больше, чем на 5 миллиметров, нужно лечить. Вот такой вот резюме на вопрос. И последнее. До этого, когда сидишь за рулем, болит ягодица? Когда сидишь за рулем, болит ягодица. Ну, такой вопрос тоже, на самом деле, с подвохом. У меня был один пациент, он ездил очень много за рулем, он был водителем профессиональным. И как такой фактор даже, на коробке автомат и на механике болит по-разному. Если на коробке автомат болит правая нога, возможно, вы просто мало ходите. То есть, вот, допустим, я вот сейчас еду, у меня только правая нога и работает. Левую я согнул, то есть, вот она стоит как-то здесь вот. То есть, и, в принципе, я правая работаю, она вытянута. То есть, естественно, какая-то может быть асимметрия. Но я так езжу, но, может быть, там 2 часа в день. То есть, естественно, никакого вреда особо не будет. То есть, а если, допустим, профессионально заниматься, то, конечно, право может быть. Но это мы говорим про такой вариант, когда это вариант нормы. Если там есть грыжа, естественно, будет болеть за рулем. И она будет сначала за рулем болеть, а потом уже и на работе будет болеть. То есть, это проблема, это плохо, нужно лечить. Смотрите, мы сейчас едем по пейзажной аллее, по-моему, называется. А, нет, парковая дорога, извините, парковая дорога. То есть, это такая особая дорога, которая фактически мы вот ехали-ехали. И не видели ничего. Вот смотрите, слева огромный дом. То есть, я вот обещал там рассказать для туристов, для приезжих по поводу цен. Вот смотрите, вот этот дом, это находится практически в самом центре. Это одна из самых дорогих недвижимости города Киева. Стоимость там квартиры около 1 миллиона долларов. То есть, ну, около, это на самом деле от. То есть, тут недвижимость, там, цена квадрата около 5-7 тысяч долларов. Заселение дома, продажа практически полная. То есть, все продано. Буквально один или два там предложения периодически иногда проскакивают. Вот мы сейчас заезжаем в центр опять же. Вот еще один, тоже хороший дом. Он еще, не знаю, там, достраивается, не достраивается. Ну, тоже на 95% все расходовано. То есть, ничего практически нельзя купить. Здесь место, в принципе, неплохое. Центр рядом. То есть, здесь движение очень оптимально сделано. И это очень удобно. То есть, и мы сейчас прямо выезжаем. Вот сейчас проезжаем вот здесь бывшего президента. Вертолетная площадка, ресторан, бизнес-центр вот здесь. Ресторан называется, по-моему, Чи. Они говорят, что они как японский ресторан. Но название от слова чина. Чайна. И чайна это все-таки скорее китайский. Вот такое маленькое отступление. Вас ждут в Одессе. Привет из Одессы. Да, привет с Киева вам. Кто в Одессе? Одесса вообще абсолютно другой город. Вот Киев, вот я сейчас показываю, как выглядит он. Зимний Киев. Зимний Киев это круто. К сожалению, Одесса, она редко бывает зимней. Но летняя Одесса, ничего лучше, ни одного города в мире лучше Одессы. Летом просто не существует. Одесситы вам привет. Вот мы поднимаемся в город. То есть, мы сейчас фактически вот не было ни одного практически дома. И мы находим, оказываемся прямо в самом центре города Киева. То есть, прямо на Хрещатике. Вот именно по этой дороге ездят практически все руководители страны, все депутаты. Вот они ездят, говорят, дороги идеальные в Украине. Вот, конечно, идеальные. Мы едем как раз по ней, по этой идеальной одной дороге в Украину. Слева у нас стадион «Динамо». В принципе, ну вот спокойный город, то есть спокойно все здесь. Очень много машин, очень много движения. То есть, движения, как приезжали, допустим, вот у меня приезжали знакомые. Они живут в городе 1 миллион населения. Они говорят, что движение очень интенсивное. То есть, ну, сейчас не час пик. Сейчас такой, как бы, ну, сейчас наоборот свободные дороги. То есть, пусто. И, в принципе, как видите, абсолютно комфортно ездить в пробок. Сейчас, во всяком случае, я пока не вижу. То есть, впереди здесь старый советский, не знаю, как дом профсоюза, как был в Одессе, скорее всего. Ну, к сожалению, там своя история уже. И слева идет Хрещатик. Это старый район Киева. Это самый центр. Здесь, как по мне, что для приезжих, что для киевлян, здесь на самом деле делать практически нечего. То есть, здесь, вот как для туристов, здесь можно, конечно, погулять там. Ну, сколько вы здесь будете гулять? Особенно там во время мороза. Сейчас у нас в Киеве идет снег. Минус 6 градусов мороза. То есть, в принципе, как на машине все вполне комфортно. То есть, дорога чищенная, все классно. А вот, как для туризма, здесь, мне кажется, слабенько очень. Потому что, в принципе, погулять можно, покушать, да. Но и все. Один-два дня всего лишь. Как для жизни здесь некомфортно. То есть, здесь старые дома. Здесь в час пик обычно идет плохая, плохой трафик, пробки, трафик. Вот мы сейчас поднимаемся. Сейчас справа здесь будет парламент и Верховная Рада. Сейчас их тоже покажем. Ну, я надеюсь, киевлянам здесь ничего такого нового я не покажу. Но для приезжих, для тех, которые там из других городов, из других стран, я думаю, что будет интересно. Вот, собственно, административное здание справа. Показываем, слева идет парк. Как бы спокойно, абсолютно нормально все. В 15 лет ребенок держит голову вперед и сутулиться. В 15 лет это период интенсивного роста. И если вы, допустим, это только заметили, то нужно срочно лечить. То есть, рост постановится в среднем в 17 лет. У девочек чуть раньше начинается, у мальчиков чуть попозже. Но нужно лечить. Сейчас хотя бы, я не знаю, то есть, попробуйте. Ну, говорить что-то там воспитанием. Когда дети сутулиться, я лично против того, чтобы их ругать и делать замечания. Вот слева, кстати, то, что я говорил, административное здание. Это самое известное в Украине. Вот сразу в Мазератти поехали, Бентли и всякие Роллс-Ройсы. Нужно ребенку одевать кинезиотейпы. Это, в принципе, самое лучшее. Самостоятельно можно делать. Зарядку, в принципе, 15-летние они не хотят носить. Корсеты не хотят носить. Это все-таки подростки, это уже взрослые люди. И огромнейшее значение имеет общение с этим взрослым уже человеком и понимание родителями, что вы его не заставите не сутулиться. То есть, вы можете ему только объяснить, допустим, когда ко мне приходят дети. Но мы, наверное, 60 или 70% во время лечения времени тратим на то, чтобы объяснить, почему мы так делаем. То есть, никому из детей и грудных, среднего возраста, взрослых мы не тратим столько времени на то, чтобы рассказать это все. То есть, детки обычно в этом возрасте, они более даже сообразительные, более умные, чем в любом другом возрасте. Они готовы быстро учиться, в отличие от взрослых. Поэтому им, в принципе, нужно рассказывать максимум всего. Это, в принципе, слева станция метро Театральная. То есть, мы находимся сейчас возле центра. Ну, по сути, центр. Это старый город. То есть, так как говорил, здесь ничего такого особо там интересного нет. Люди, которые здесь живут, им нравится это, потому что они находятся в удобном расположении. Как для переезда, как для жизни, как для аренды. Здесь, мне кажется, не самый оптимальный вариант, потому что дома все-таки старые. Там скапливается какая-то грязь, то есть, скапливаются какие-то там запахи. Там животные живут все-таки. То есть, и поэтому не стоит здесь рассматривать первостепенно жилье. Насколько я знаю, остеохондроз не лечится. Это дистрофический процесс, остановить его нельзя. Первый вопрос. Ой, слушайте, вопрос про остеохондроз. Насколько я знаю, остеохондроз не лечится, это ваши слова. Это дистрофический процесс, который остановить невозможно. То есть, и вообще все умрут, все плохо, и все, ничего хорошего не будет. Нет. Смотрите, остеохондроз – это дегенеративно-дистрофический процесс. То есть, я сейчас не буду говорить, что там его можно вылечить у всех, что это все хорошо. то генеративно-дистрофический процесс – это как естественный этап старения позвоночника. Или, другими словами, это этап эволюции позвоночника. Не рассматривайте это вообще как болезнь, рассматривайте это как эволюцию. То есть, допустим, в Америке нет такого понимания, как остеохондроз. Это диагноз, который у всех будет после 70 лет. Я очень часто про это рассказываю, про остеохондроз, что после 70 лет остеохондроз появляется, он должен появляться, иначе будет плохо. Но если этот диагноз появляется, допустим, в 30 лет, это тоже плохо. Потому что преждевременное старение позвоночника – это снижение трудоспособности, это снижение других факторов. И для человека после 70 лет не особо, мне кажется, важна гибкость позвоночника. Но будет он не таким эластичным, не таким он будет в акробатике. А для молодого человека, у которого 30-40 лет, ему важно, чтобы позвоночник был эластичным, чтобы он выдерживал длительное сидение, чтобы он выдерживал физические нагрузки, чтобы этот человек мог принести для семьи не пакетик с 2 кг яблок, а чтобы мог принести 15 кг в каждой руке. То есть, естественно, это очень важно. И чтобы не было каких-то симптомов. То есть, более интенсивный образ жизни. И это как раз отражается. Вот мы сейчас проезжаем мимо наших храмов. То есть, огромнейшее количество церквей в Киеве. То есть, огромнейшее количество таких вот старых регионов, старых красивых зданий, в которые, в принципе, стоило бы прийти посетить. То есть, особенно для верующих людей. То есть, здесь, ну, если, допустим, я говорил, что в центре есть смысл там погулять всего лишь, ну, может быть, денечек, на храмы я бы, наверное, выделил бы хороших 3 дня. То есть, ну, может быть, 2 дня. То есть, действительно, есть где походить. То есть, это и Лавра, и Софийская. То есть, достаточно. То есть, допустим, мне нравится очень возле метро университета. То есть, храм, и, в принципе, можете тоже посетить, посмотреть без проблем. По поводу остеохондроза. Возвращаемся к вопросу. Смотрите, как врач ставит этот диагноз? Какие симптомы его? Остеохондроз может возникнуть даже у ребенка. То есть, были такие случаи, когда видно было, что есть признаки остеохондроза. Врач первое видит симптомы. Какие симптомы остеохондроза? Первое – это снижение подвижности позвоночника. То есть, он уже не такой гибкий. И второе – это снижение высоты межпозвоночных дисков. Это когда мы делаем рентген, и мы видим, что по рентгену межпозвоночный диск, он должен там в определенном соотношении, определенную высоту иметь. Он стал ниже. Скорее всего, это остеохондроз. Теперь, смотрите. Фактически, человек должен ощущать только снижение гибкости позвоночника. То есть, гибкость мы можем восстановить лечением. То есть, вопрос, можем ли мы вылечить симптомы остеохондроза? Да, мы можем вылечить симптомы остеохондроза. То есть, и фактически, если потом мы можем диагностировать, но рано или поздно этот остеохондроз все равно появится. Но он появится в 70 лет. То есть, ну это нормально. Допустим, с какой вероятностью мы вылечим у человека, допустим, 40 лет этот остеохондроз? Ну, вероятность на самом деле небольшая. То есть, с какой вероятностью мы вылечим у 22-летнего парня или девушки остеохондроз? Практически 95%. То есть, почему такая разница? Если организм молодой, если организм имеет сосуды внутри этого позвонка, межпозвоночного диска, если организм, он склонен к восстановлению, он все еще растет, конечно же, все будет хорошо. То есть, не переживайте, уберите факторы, пролечите его, и все должно быть отлично. Если организм, как бы, он уже потерял функцию к росту, то есть, мы же не растем всю жизнь. И не надо обижаться, что, как бы, мы не растем. То есть, это нормально. И, в принципе, как бы, наша задача поддерживать это состояние, чтобы оно не сильно ухудшалось. И, в принципе, когда человек занимается своим здоровьем, когда он занимается позвоночником, в принципе, ну, есть хорошие результаты. И это, как бы, там, не моя только заслуга, а это, в принципе, пациентов. Пациенты некоторые, когда я говорю про остеохондроз, они обижаются, что, значит, после 70 нам пора, там, умирать. Ну, что за чушь вы говорите? После 70 вот эти позвонки, они должны быть поражены остеохондрозом. То есть, у молодого человека эти позвонки вот такой вот высоты, межпозвоночные диски, вот эта высота. А у более взрослого человека, у него они ниже. И это делается для того, чтобы через, там, еще 20 лет, к 90 годам, чтобы вот здесь вот разрослись такие остеофиты, которые, на самом деле, это хорошо. Они зафиксировали позвоночник в правильном положении, закрыли межпозвоночные диски, и грыжи не болели. Так, мы здесь поворачиваем налево. Ну, я надеюсь, я ответил полностью на вопрос. Надеюсь. Год и шесть ребенку ходит на носочках. Достаточно ли массажа? Год и шесть ребенку ходит на носочки. Смотрите, массаж, ну, вот, если так, по-честному, между нами, он вообще никакого отношения не имеет к ходьбе на носочках. То есть, можете, конечно, там, там, многие, там, вот, вам могли сказать по-другому и так дальше, но, понимаете, почему он ходит на носочках? Прежде всего, потому что по-другому работает нервное волокно, то есть, нервный импульс по-другому работает. Ну, исключением это, если будет очень талантливый массажист, который будет массировать не ноги, а будет массировать, допустим, там, область шеи, и он это будет делать правильно. Но, опять же, зачем искать какой-то талантливый и с вероятностью попасть на какого-то неука, если есть техники, которые позволяют это эффективно лечить? Допустим, поправить шею, там, пройти обследование, то есть, ну, и станет ясно во всяком случае. Хорошо, не получается вылечить никакими методами, ничего не помогает. Все равно мы знаем, как это лечить. Это лечится. То есть, мы можем, допустим, ну, как бы гарантированно это устранить уколами, допустим, ботокса, микроножной мышцы. То есть, если там действительно идет какой-то, допустим, там, ребенок был поражен. Вот, кстати, смотрите, едет, это, по-моему, этот, такие, такие Мерсы, это в Киеве, это не редкость, это автомобили, которые там по 2,5 миллиона долларов стоят. Такие в кортеже у Путина ездят. Они, по-моему, называются как-то, ну, не помню, неважно. Есть там майбахи дорогие, а есть какие-то еще. Не особо разбираюсь. Так, смотрите, даже в самых крайних случаях, когда ребенок ходит на носочках, это плохо, потому что неправильно развиваются косточки. И в самых крайних случаях, если мы там пролечили шею, все поправили, ну, укорите ботокс в эти мышцы, которые поднимают его на носки. И он будет нормально ходить уже через одну неделю. Есть? Так, смотрите, мы сейчас находимся, это, в принципе, вот мы находимся в таком интересном районе. Особенно интересно это, мне кажется, должно быть для людей, которые из Казахстана. Вот, если я не ошибаюсь, вот этот район, это построили казахи внутри Украины. Во всяком случае, здесь казахов очень много. И здесь люди как раз проживают, они ходят, то есть я знаю, что здесь их очень много. Здесь даже один местный, там, с Алматы, по-моему, известный казах, его, ну, казах это как бы, его так зовут, то есть он здесь где-то там работает, живет, еще что-то. То есть, ну, в принципе, как бы, очень неплохой район, находится возле центра, то есть называется Печерск. Такой спокойный район. Единственное, здесь, ну, как в любом центре, очень много приезжих и, в принципе, безопасность. Вот впереди там садик какой-то, школа, то есть улочки сразу стали маленькими, то есть сразу тяжело припарковаться. Дома красивые, стоимость недвижимости здесь в среднем, от 2 тысяч долларов за квадратный метр. То есть 2 тысячи долларов, это, в принципе, такой как минимум, то есть в среднем там 4-5, это без ремонта квартира какая-то обычная. То есть того где-то там квартира будет стоить на 100, на 200 квадратов. Смотрите, как я сейчас пропускаю людей. То есть это на самом деле нормальное явление, а сзади уже подпирает, вот сзади уже подъезжает. Итого квартира где-то 100 квадратов будет стоить около 300-400 тысяч долларов. Оп, смотрите, спереди две машины, сзади машина. И все. Это вот, опять же, это недостаток города с такой вот плотной застройкой. Я сейчас попробую забраться направо. Оп, получается. Есть. Он тоже пытается заехать. Сейчас мы поднимемся наверх и поедем в сторону того, где мы работаем, где клиника находится. Так, вот мы выезжаем потихонечку наверх. Какой должен быть матрас? Да, вот мы сейчас выезжали. То есть, вот тоже еще раз хочу повториться. То есть, хороший район. То есть, очень много казахов живут здесь. То есть, очень довольны. То есть, ну не знаю, вообще из Казахстана люди такие очень душевные. То есть, мне они нравятся. И я надеюсь, что в скором времени я с ними более буду плотно общаться. Всем привет, Салматы. Так, следующий вопрос. Это на каком матрасе нужно спать? Для подростка. Для подростка. Правильный ответ. Для подростка. То есть, правильный вопрос. Все правильный, вот именно, вот знаете, вы молодцы. Вы молодцы в том смысле, что спрашивают, какой матрас лучше. Вот первый вопрос, на который нужно обратить внимание, это на возраст. В разном возрасте разный матрас. Для подростка должен относительно быть жесткий матрас. То есть, если есть какие-то изменения в позвоночнике, нужно еще жестче. То есть, считается, что сколиоз, можно даже проводить профилактику жесткой мебелью. Жесткой мебелью. Это движение, немного заговорился, жестким матрасом. Ну, на досках, наверное, не стоит спать. Хотя некоторые спят. И в какой-то степени некоторым подходит это. Для подростка идете в магазин, выбираете жесткий матрас. Пусть потерпит, неприятно. Но, в целом, если есть проблемы со спиной, это, скорее всего, будет в пользу. Для ребенка, грудного ребенка, матрас должен быть тоже жестким. То есть, относительно жестким. В ни в коем случае не доски. Это обычно кокосовые матрасы. Для пожилого человека матрас должен быть мягким. То есть, берем максимально жесткий, грудничковый, до максимально мягкого, возрастного. То есть, и ранжируем, и подбираем для себя тоже. Если вам лет 50, значит, у вас должен быть средней жесткости матраса. То есть, и постепенно повышать. Так, мы вот сейчас уже... Мы сейчас находимся на правом берегу. То есть, так как рассказывал, может быть, не все там знают, что... Показываем город Киев, как он выглядит сейчас, в данную моменту. Насколько здесь там... Что происходит. Специально выбрали время года, когда... Не время года, а время суток, когда меньше всего пробок будет. Пробки, в принципе, не такие, как в Москве или где-то. То есть, пробки умеренные. То есть, нужно пользоваться навигатором. То есть, ну, все спокойно. То есть, вот сейчас выехали. Как исправить сутулость, из-за чего происходит? Так, как исправить сутулость, из-за чего происходит? Ну, как бы, я думаю, что здесь абсолютно логично. Все понимают, что сутулость может возникать в том числе из-за привычек. Из-за того, что не хватает каких-то мышц, которые держат в правильном положении. Я лично считаю, что сутулость – это признак воспитания. То есть, если, допустим... Вот, кстати, Чайкона Базар. То есть, это тоже один из ресторанов, который, в принципе, неплохой здесь. Здесь большая сеть, отличный вообще там хозяин, руководитель. То есть, развиваются просто потрясающе. То есть, такие молодцы. Мне так нравится, как они двигаются. Ну, как бы, я знаю их там не только по качеству их сервиса, а по другим еще вопросам. То есть, молодцы. По поводу сутулости, возвращаясь к вопросу. Сутулость – это воспитание. То есть, воспитание – это формируется где-то от 6 лет. Вот, 6 лет – самый пик. То есть, когда нужно рассказывать ребенку, когда родители должны показывать, или когда я, как врач, должен рассказывать, как ему правильно ходить, двигаться, учить ему этому. И где-то в среднем в 14-15 лет. То есть, когда нужно объяснить, что более модно, что более стильно и почему так нужно делать. То есть, если вы расскажете, как нужно правильно ходить, ребенок будет напрягаться. Детки, они умные, они очень быстро учатся. И они не будут сутулиться. А если вы, как бы, допускаете классическую ошибку, это увидели, что ребенок сутулиться, сидит там, делает, вы говорите ему, делай уроки, он садится, делает уроки, как может. И вы на него еще и кричите, говорите, сядь ровно. То есть, толку ноль. Вот поверьте, не ругайте ребенка за то, что он сутулиться. Никогда не ругайте. То есть, вы можете говорить грубо ему, но говорите грубо не в его сторону. А вот, допустим, там, опять же, по поводу споров, как лучше говорить, вы можете сказать, будешь сутулиться, будешь там кривой. То есть, ну, так грубовато немного. Но вообще же дети, они жестокие. То есть, и к ним нужно так немного так с напором говорить. То есть, и ни в коем случае, как бы, не говорить, что у них это произошло. Чтобы они, как бы, избегали этого. Вот мы сейчас находимся, выезжаем на большую трассу и едем в сторону левого берега. Мы только что были на правом берегу. Хороший, старый район. То есть, все абсолютно нормально, комфортно. Но, как для жизни, тяжелый район. То есть, вот, допустим, мы сейчас возле метро Дружбы Народов. Тяжело, потому что, ну, во-первых, вот знаете, мое личное мнение по поводу того, где должен человек жить. Если вы живете вот в таком вот прямо, как впереди дом старый советский, Хрущевка, там, Сталинка, в нашей стране отношение к пенсионерам ужаснейшее. То есть, как бы, дети не уважают своих родителей. Дети не помогают своим родителям. Очень часто, то есть, очень редко происходит, когда дети помогают родителями, когда родители могут себе там позволить нормальные продукты питания. То есть, когда есть. Плюс, вот, допустим, мою бабушку в советское время, ее было такое, как уравняловка, не знаю, как это правильно там называется, когда она работала там много десятилетий, там, больше 50 лет врачом проработала. И она фактически рассчитывала на пенсию, она дорабатывала там, причем тяжелая работа была. Она была пульмонологом, и у нее там, она легкого лишилась в ходе своей работы. То есть, она сама заболела этой болезнью. То есть, тяжелая была. У нее раны были постоянные там. Ну, не об этом. И когда ее после того, как она проработала всю жизнь врачом, когда ее начали ценить ее работу на пенсии, так же, как обычного там безработного, который всю жизнь пил алкоголь, ничего не делал, ну, как бы, ну, естественно, эти люди не могут ничего себе нормально, как бы, у них даже менталитет другой. То есть, и жить в доме там, где эти люди, как бы, смотрят на тебя, когда ты работаешь и покупаешь полные продукты с едой, как бы, это неприлично. Поэтому я советую, что выбирайте соответствующие районы, то есть, выбирайте соответствующие комплексы, в которых вы будете жить. В старых домах очень тяжело находиться. То есть, и для студентов, для людей, которые вот арендуют, то есть, это идеальный вариант, потому что он иногда дешевый и хороший. Для людей, которые работают, которые хотят просто жить, мы не будем там ни о чем говорить, старайтесь выбирать новые дома. И вот, допустим, мы сейчас едем на более новый район. Это район там, где практически, не знаю, там, ну, мне кажется, 80% домов, а не новостроек. То есть, ну, там дома, допустим, за два года, я вот сейчас там наблюдаю, просто езжу, за два года выстраивают огромнейшие комплексы, там, небоскребы, которые там продают. И причем цены, как бы, для многих доступные. То есть, допустим, если сравнить там с любой другой столицей, вот тоже недвижимость, говорят, там, дорогая, дешевая, там, в Киеве. На самом деле, сейчас в Киеве пик, уже даже прошел пик самой низкой цены на недвижимость. То есть, она уже дорожает. То есть, уже сейчас нормальных предложений не так много осталось. И недвижимость сейчас разбирают. То есть, ну, люди, как бы, они же понимают, что, как бы, не может продолжаться в стране, там, вот эти падения до бесконечности. Если, допустим, во всем мире средняя цена квадрата на недвижимость, там, идет в 2000 долларов, в Киеве она гораздо ниже. То есть, там, можно даже купить возле метро, там, за 850 долларов. То есть, даже такое бывает. Ну, это не бывает. Это, как бы, для киевлян, сейчас скажешь, там, киевлянин, он скажет, ну, и что, это, как бы, не дешево. То есть, это, как бы, средняя, наверное, цена, и даже высокая. То есть, ну, дешевле, мне кажется, это уже так не очень хорошо. И вот, смотрите, мы переезжаем через большой мост Патона. Впереди у нас уже начинают высотки беднеться. То есть, вот, мне нравится город Киев за счет вот этой мощи, которую мы сейчас начнем видеть вместе, когда переезжаем. И вот, смотрите, огромнейшие дома, то есть, ну, 30-35 этажей. То есть, ну, как бы, это такой среднячок. Вот, допустим, у меня родственники, они в Виталии живут, то есть, они коринды итальянцы. И когда они приезжают в Киев, для них все, что мы, вот, привыкли видеть, для них это круто. Они живут в Катании, то есть, это Новострове Сицилия. И когда они увидели, что мы, как бы, живем в таких больших домах, они так на нас посмотрели, наверное, вы, как бы, ну, наверное, у вас все хорошо. То есть, а мы живем там, у меня в доме там 22 этажа, то есть, чтобы вы понимали. То есть, это, как бы, наверное, среднестатистический дом в городе Киева. Ну, из Новостроек, естественно. Вот, огромнейшие бизнес-центры. Так, по вопросам. В комментариях у нас были какие-то вопросы. Давайте по комментариям пройдемся. ЛСК для больных с протрузией. Какой спорт выбрать? Какой спорт выбрать для больных? А, что больных? Ну, просто при проблеме протрузия. То есть, в принципе, протрузия, смотрите, протрузия, это как поврежденная резинка в ходовой автомобиле. То есть, резинка, это она еще не сношена, резинка это еще рабочая. То есть, тут, прежде всего, даже не спорт, а прежде всего, то есть, нормированные нагрузки правильные нагрузки раз второе в принципе но есть классические виды спорта который мне кажется все уже знают это танцы плавание то что является абсолютно безопасным для спины танцы допустим больно идеально хип-хоп может навредить какой-то более такой экзотический вид спорта допустим powerlifting сейчас в киеве начинают популярность будет уже не начинает уже давно популярно это кроссфит то есть кроссфит в принципе может навредить то есть там изначально она делается так чтобы вредила не не вредила чтобы большие чрезмерные нагрузки были они как бы были сильными так переходим к вопросам из комментариев первый вопрос который был сейчас читаем на 4 года в один рик почав раптово ставите не ставите на нижку повзав чтобы не ходить и не болело работали снимок тазовый кисток нормы поставить диагноз ахиллопедия призначили мастера умель смотрите в 24 года человек 2 и 4 года ребенок перестал нормально ходить повреждения хилого сухожилия то есть ну как бы очень много непонятных вопросов то есть что там то есть нужно потрогать посмотреть то есть вы как родители если уж не можете сами посмотрите и здравомыслящие оценить приходите будем смотреть попытаемся понять в чем проблема то есть даже если там какое-то идет укорочение ахиллова сухожилия ставлю воспаление это нужно лечить убирать ребенок должен ходить естественно полтора месяца назад кушала косточку и щелкнул в челюсти теперь тяжело открывать вот и больно боль ощущения в суставе был терапевт сказал что вывиха нет скажите пожалуйста что может быть в этой ситуации смотрите еще раз повторяю вопрос вот мы сейчас подъезжаем к современному отделу этого левого берега как раз в клинике подъезжаю щелкнула челюсть когда открыть когда к что-то кушали и после этого что-то беспокоит смотрите это называется подвих височно-нижнечелюстного сустава это ортопедическая патология это патология суставчик который находится и работает нижней челюсти и в принципе если эту проблему не лечить первое это скрип зубами во всяком случае так считают стирание зубов преждевременно потом бруксизм говорят еще такое слово можно спросить бруксизм был как лечиться до бруксизм примеру то есть скрип зубами потом что еще это асимметрия лица то есть это плохо уже как минимум ну и в принципе если челюсть немного назад уходит но это в принципе отражается на здоровье шеи это как минимум то почему я с этим сталкиваюсь почему это лечить принципе это по моему профилю то есть устранять вот этот подвывих но опять же причины подвыгивка то есть еще раз говорю вам past вот вы были у врача врач сказал вывиха нет естественно вывиха нет если был бы вывих во скорой поехали бы и вам бы все там поправили то есть вам бы ее вправили бы там же в этот момент а под вывих это как бы начальная стадия когда он неправильно работает но еще работаю и в принципе это лечится специальной техник который помогает выставить его правильные места если это произошло из за того что допустим или это привело к тому что уже есть разные там допустим прикус там постирались зубы проблемы именно с прикусом тогда нужно лечить и сустав и челюсть и и супы смысле то есть ответ следующие идите к ортодонту пусть ортодонт посмотрит приведет порядок зубки приходите к нам будем поправлять челюсть то есть нужно делать одновременно это та ситуация когда нужно в паре работать с ортодонтами позвоночной артерии как выявить синдром позвоночной артерии как вы проще простого его выведет но сделайте когда вам плохо узи сосудов головы и шеи что может быть проще как можно исправить перекос позвоночника у подростка как можно исправить перекос и искривление наверно позвоночника у подростка еще раз искривление бывает разным искривление бывает так как я уже вначале говорил фиксированное нефиксированная и как раз от этого зависит очень многое то как это устранять вот мы сейчас проезжаем вот смотрите видите как строятся дома это дома которые построены за последних но может быть месяца 5-4 то есть за 4 месяца построили дома вот стоимость квадратного метра там где-то 800 900 долларов за квадратный метр то есть и вот эта цена она как бы посмотрите это дом не сделан из каких-то спичек или чего-то еще то есть но это мне кажется вполне качественная постройка это кирпич это монолит то есть вот смотрите справа виднеются там вдалеке еще тоже новострой вот эти дома как раз то что говорил что их в принципе здесь не было полтора года назад здесь вообще ничего не было то есть вот там было абсолютно пусто и вот сейчас построен вот огромнейшие торговые центры сначала почему болеть спина потом заметил что изменился прикус и форма лица болела спина изменился прикус классика да мы лечим нужно лечить спину и поправлять прикус а если долго терпите если больше года это все у вас мучает значит еще и к стоматологу идти вот собственно ответ по комментариям в комментариях еще следующий вопрос читаем возможно ли избавиться от синдрома позвоночной артерии навсегда эффективны ли хондропротекторы при заболевании спины возможно ли избавиться от синдрома позвоночной артерии навсегда в принципе да то есть но если как бы его можно снова подцепить как любую другую болезнь но для этого нужно иметь таланты то есть следующий вопрос хондропротекторы смотрите мое личное мнение к хондропротекторам и отношения то есть я к нему не к ним никак не отношусь то есть хондропротекторы это вещества которые в испании в штатах они относятся к бадам то есть это биологически активные добавки которые не несут никакой официально доказанной медицинской помощи и в принципе никакого результата от них доказанного нет некоторые люди которые принимают их они от них чувствуют результат и принимать то есть если вам они помогают вы можете пользоваться то есть я не буду там сейчас что-то говорить но в целом можете пользоваться то есть если вам становится лучше все на ваше усмотрение я лично как врач в артебролог я не назначаю хондропротекторы потому что согласно там вот я буду на конференциях то есть там есть эффективные неэффективные методы лечения позвоночника то есть допустим штатах первым первой тройке эффективных методов лечения позвоночника это коррекция позвоночника это то на чем мы специализируемся это без операции поправляем как народе говорят управляем позвонки на это некорректно ну для понимания можно вот это понимать то есть поправляем спину на втором месте там в тройке входит оперативное лечение и следующее это там медикаментозное когда естественно мы обезболили и боль прошла то есть вот приблизительно вот так вот там какие-то вытяжения еще что то есть на самом деле зарядка она находится в таких вот сомнительных методах то есть она в средней группе то есть ее можно использовать нужно использовать но она как бы не несет стопроцентный результат вообще хотел бы сказать вот всем по поводу спины все кто когда-либо вообще сталкивался смотрите проблемы с позвоночником они самые хронические в нашем организме эти проблемы они большинстве случаев неизлечимы эти проблемы в большинстве случаев они медленно прогрессирующие с рецидивами это проблемы которые чем-то напоминают кариес